Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет новое интересное видео на проекте Родина Леплей. Сегодня мы посмотрим машины из нового обновления, которое я думаю в скором времени выйдет на данном проекте. Не забывайте реально подписываться на канал, потому что моя цель это 20 тысяч подписчиков, поэтому кто не подписан, обязательно подпишитесь на канал, потому что нам осталось совсем немножко. Также не забывайте введите промокод и не забывайте введите мне при регистрации. Сегодня, пацаны, я вам покажу 3 машины, которые добавят в новом обновлении, не, даже 4 машины. 4 машины я вам сегодня покажу, они все очень интересные, поэтому смотрите видео от начала до конца, повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, первая машина, пацаны, это елик, просто легендарная тачка, которая мне очень сильно нравится. Я считаю то, что это самый красивый елик, который есть вообще на данный момент, потому что, да, новый кузов, конечно, тоже хороший, но старый кузов, честно, мне нравится больше. Именно G65, AMG, я считаю то, что это самый красивый елик. На данный момент на проекте есть новый елик и, скорее всего, вот этот елик, который вы видите сейчас на экране, его добавят отдельно, то есть будет 2 елика. Один новый, один старый. Я считаю это очень круто, потому что хочется все-таки, чтобы был выбор, как бы, между новым и старым еликом, потому что новый елик не всем нравится, в принципе, как и старый елик. Поэтому, если они все-таки добавят отдельно этот елик, как я думаю, то будет реально очень круто, потому что я бы себе такой елик купил. Мне очень сильно нравится, и я реально себе хотел бы такой елик. Вот просто посмотрите на эту морду, он реально очень крутой, я считаю, очень крутой, потому что ближе к 2000 годам, получается, да, именно G65, он, в принципе, давно выпускается, ему там сколько, наверное, 10 лет. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, я точно не знаю, но реально он мне очень нравится, вот именно этот кузов, потому что новый елик, он, знаете, такой более залезанный, более такой современный. Он тоже, конечно же, хороший, но именно внешне мне нравится больше G65 AMG. На самом деле круто то, что разработчики добавляют старые машины, потому что недавно они добавили, получается, Caban, S600 и Mercedes, сейчас они хотят добавить вот такой вот елик. То есть круто то, что они добавляют машины из 90-х, и также добавляют современные машины, там, те же Lamborghini, Ferrari и так далее. Вот это реально круто, то, что они не обходят стороной, как бы у них такой баланс, знаете, они добавляют в обнове модпака и новые машины какие-то современные, и старые машины из 90-х. То есть это реально круто, в этом плане они реально красавчики. Но елик реально очень симпатичный, красивые диски, есть суппорта тормозные, получается, есть выхлоп красивый, молдинги. Но моделька реально очень хорошая. Раньше, если я не ошибаюсь, такой елик был на проекте, на родине, и потом его заменили на новый елик. И, скорее всего, этот елик будет реально отдельно, потому что имеет смысл новый елик менять обратно на старый елик. В этом не будет вообще никакого смысла, поэтому, скорее всего, этот елик добавят именно отдельно. Я бы хотел себе его купить. Следующая машина, это Tesla Model X, если я не ошибаюсь. У нее такие вот красивые, замечательные двери, которые открываются. Что самое главное, потому что, если бы они просто сделали Tesla, и у нее бы двери так не открывались, это было бы неинтересно, я считаю. То, что они взяли и реализовали такое же открытие дверей, пацаны, это очень круто, за это им респект. Потому что Tesla без таких дверей была бы не Tesla. Как бы есть Model S, есть Model X, вот именно она сейчас на экране. Как бы Model S, она есть почти на всех проектах, а вот Model X я не везде видел, поэтому то, что ее добавят, это очень круто. Следующий скриншот, получается, у нас из Инстаграма, это Lamborghini SVJ, если я не ошибаюсь. На данный момент на проекте есть Lamborghini Huracan, и, скорее всего, этот Huracan заменит на SVJ. Потому что нет смысла, думаю, добавлять две ламбы, как бы, Huracan и SVJ. То есть, скорее всего, Huracan заменит на вот такой вот SVJ. Тачка реально прикольная, мне она тоже очень сильно нравится. Вот Huracan, скорее всего, это просто суперкар, а вот SVJ, это уже гиперкар. Я вот задумался, возможно, есть смысл взять сейчас купить Huracan, он стоит там примерно 30 миллионов, и потом подождать обновы, и его заменить на вот такую вот прекрасную просто шикарную ламбу. И то есть, это реально будет круто, потому что, скорее всего, если я сейчас не куплю ламбу, потом ее заменить на вот такую вот ламбу, то она будет стоить намного дороже, потому что это будет все-таки новая машина, она подорожает в цене. Поэтому, пацаны, задумайтесь, возможно, есть смысл все-таки взять ламбу, купить ее, и потом в будущем ее переделать на вот такую вот красавицу. Ну и последний скриншот, это Bugatti EVO, по-моему, если не ошибаюсь. Честно, я ее точного названия не знаю, точнее, не помню. Я раньше знал ее название, я еще видел, что давно, как бы, такая тачка появилась. Как бы, есть просто Bugatti Chiron, сейчас тоже на проекте она присутствует, и, скорее всего, этот Bugatti Chiron, заметно, вот такой вот красивый Bugatti, современный, самый последний. И, скорее всего, я думаю, то, что эта машина будет самая быстрая на проекте. Она будет ехать, там, наверное, 500 км в час, скорее всего, я так думаю, именно в полном тюнике, там, Stage 3+, я думаю, эта тачка будет самая быстрая просто. Поэтому, я думаю, есть смысл просто купить сейчас обычную Bugatti, которая стоит 15-10 миллионов, их продают. То есть, сейчас, реально, есть шанс купить Bugatti, которая сейчас на проекте, и потом, в будущем, ее заменят на вот такую вот красивую просто Bugatti, современную. Поэтому, подсозадумайтесь. Потому что, если я не ошибаюсь, Bugatti и сейчас, это самая быстрая машина, вроде бы как, на ротине. То есть, в будущем ее заменят на вот такую вот Bugatti, и это будет, реально, очень круто. Поэтому, скорее всего, я, наверное, себе постараюсь купить и Lambo, и Bugatti. Ну, либо же, хотя бы, что-то одно, потому что, в будущем, это будут, реально, очень крутые тачки, которые, скорее всего, поднимутся даже в цене. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждем обновления. Вот, все ссылочки есть в описании, заходите играть вместе со мной. Постараюсь в будущем делать стримы, почаще, потому что давно их не было. Поэтому, вот как-то так. Все, всем пока-пока.